Прически Дэвида Бэкхема за 30 лет и как их сделать 30.09. 2018 поклонники футбола считают, что Дэвид Бэкхем является лучшим футболистом в истории мирового спорта. Это спорный вопрос, ведь у каждого есть свой кумир. Зато Дэвид бесспорно отличается от других звезд своим умением быть знаменитым. Часто футболиста называют самым красивым мужчиной в мире. Его красота не заключается в накачанных мышцах или тату, его секретом являются прически, которые постоянно меняются с огромной скоростью. Звездный красавчик за свой век поменял кучу разных образов, некоторые из которых, честно говоря, были не совсем удачными. Дэвид привык пробовать все новенькое и подстраивать это под свой имидж. И действительно, какую бы новую прическу ни сделал Бэкхем, любая была к лицу. Если в интернете найти самую отвратительную прическу и дописать к ней имя футболиста, то, как ни странно, вы найдете этот образ и он будет к лицу Дэвиду. Прическа лучшего футболиста давно считается показателем того, что было ультрамодным в мире мужских стрижек на протяжении 30 лет. Прическа 1990 года. Золотистые оттенки волос были на волосах Дэвида с 1990 года. Такую прическу делал профессиональный парикмахер, и на нее ушло большое количество средств для укладки на основе масел. Можно ли ее сделать самостоятельно? Отрастите волосы до определенной длины, чтобы они немного скрывали ушную раковину. Попросите парикмахера сделать копию по фото. Прическа 2000 года. Кажется, что в то время футболист подстригался ежедневно, ведь эта прическа требует особого ухода. Но есть и плюсы, она не требует укладочных средств. Как сделать? Все довольно просто, попросите парикмахера вас подстричь под ноль, а затем заглядывайте к нему каждую неделю. Прическа 2002 года. Это время привило огромную любовь футболиста к разным аксессуарам для волос. Посмотрите, какой оригинальный ободок в виде венка из лавра. Кошмар. Мы не рекомендуем ее делать никому. Как сделать? Если вы настолько смелы, чтобы сделать похожую прическу, то просто отрастите волосы и приобретите в любом магазине бижутерий женский ободок для девочек подросткового возраста. Прическа 2005 года. Увлекаться начесами Дэвид начал с 2005 года, при этом не боялся менять цвета волос. На снимке видно, что в некоторых местах проглядывает его натуральный цвет. Как сделать? Попросите парикмахера не красить полностью волос, а сделать частичное отрашивание бликами. Прическа 2008 года и вновь Дэвид Бэкхам почти под ноль. При этом изюминку образу придает именно небритое лицо футболиста, хотя практически всегда он появлялся на публике гладкого бритом. Очень брутальный получился образ. Как сделать? Вспомним игры про рыбку. Втяните щеки. Линией вашей бородки будет именно эта линия, проходящая от скул к губам. Прическа 2009 года мы предупреждали, футболист может позволить себе абсолютно все. Как сделать? Сбрить напрочь височную часть и взъерошить волос. Зафиксировать прическу синым лаком. Прическа 2010 года очень редкий снимок, где Дэвид с длинными светлорусами волосами. Как сделать? Немного помады для волос аккуратно нанесите на прическу. Расческой сделайте пробор, все готово. Вы неотразимы. Прическа 2014 года это самая удачная прическа звезды. Сверху подлинней, по бокам короче, к тому же никаких средств для укладки. Как сделать? Отправляйтесь в бобершоп. И снова, 2014 год прически нет. А чем головной убор хуже любой прически? Футболист является профессиональным мастером в ношении кепи. Ему можно носить ее как угодно, все равно выглядит отлично. Как сделать? Очень просто, одеваем кепи. Прическа 2018 года это самый мужественный и строгий пучок за всю историю пучков. Как одному и тому же человеку может идти абсолютно любая прическа. Как сделать? Необходимо взять масло для волос, очень много масла. Сделайте волосы назад и сделайте пучок. Причем он должен быть очень тугим. На данный момент футболист Дэвид Бэкшем относится к той категории мужчин, которые встречают старость красивыми. Седина только придает ему мужественности и элегантности. А прическа напоминает ту, которая была 4 года назад. Прическа не требует постоянного ухода, просто ее надо корректировать каждую неделю. Как сделать? Покажите фотографии Бэкхема своему мастеру, только попросите не впадать в крайность. Апостров закрывающая круглая скобка. Точка с запятой закрывающая фигурная скобка.